Добрый день. Рубикс Клок, или часы Рубика, это механическая головоломка, изобретенная и запатентованная Кристофером Уиксом и Кристофером Тейлором. Патент был позже выкуплен венгерским изобретателем Эрне Рубиком, который выпустил эту головоломку под своим именем в 1989 году. На данный момент наибольшее распространение получили Клоки фирмы Лингао, но качество их вращения оставляет желать лучшего, поэтому многие спидкуберы модифицируют свои головоломки разными способами. Я буду использовать в этом видео модифицированную версию, здесь доработан механизм, в том числе поставлены магниты, которые фиксируют положение кнопок. На Клоке мы видим 9 циферблатов, которые имеют только часовую стрелку с каждой стороны, то есть 9 штук с лицевой стороны и 9 штук с другой стороны. Цель сборки Клок как раз установить эти часовые стрелки на 12, то есть сверху есть обозначение циферка 12. Помимо циферблатов, здесь присутствуют шестеренки, их 4 штуки, они позволяют вращать стрелки на этих циферблатах. И еще 4 кнопки, они сквозные и позволяют синхронизировать вращение отдельных циферблатов. Клок — это одна из самых легких головоломок, которые собирают на официальных чемпионатах по спидкубингу. Здесь не используется ни одного алгоритма и трудно выделить отдельные этапы. Но основных этапов здесь все-таки 2. На первом этапе мы должны собрать крест на каждой стороне, то есть установить стрелки на 12 на вот этих четырех циферблатах. На втором этапе мы устанавливаем стрелки на угловых циферблатах на 12. Клок можно начинать собирать абсолютно с любой стороны, которая нравится. И чтобы разобраться с принципом вращения, нужно понять, что если кнопка поднята, то при вращении шестеренки, которые находятся рядом с этой кнопкой, будут вращаться 4 циферблата вокруг этой кнопки. Если мы поднимем вот эту кнопку, будут вращаться вот эти 4 циферблата. То же самое вокруг нижней. Обязательно вращать шестеренку, которая находится рядом с этой кнопкой. Поднимаем вот эту. Вращается вот эти 4. Если подняты 2 кнопки, при вращении любой шестеренки, либо этой, либо этой, будут вращаться 6 циферблатов, которые вокруг этих кнопок. Если мы поднимем 2 правых и повращаем шестеренку, которая находится рядом с ними, либо верхнюю, либо нижнюю, то вращаться будут эти 6 циферблатов и так далее. Если поднять 3 или 4 кнопки, то вращаться будут все циферблаты. Если подняты 4, не важно, какую шестеренку вращать. Если подняты 3, важно вращать шестеренки, которые находятся рядом с поднятыми кнопками. На этом строится весь принцип сборки. Для того, чтобы собрать крест на первой стороне, мы поднимаем правую нижнюю кнопку. Все остальные должны быть опущены. И вращаем вот эту шестеренку до тех пор, пока у нас центральная стрелка не совпадет по направлению с верхней. Как только мы этого добились, мы кнопку опускаем и поднимаем следующую, правую верхнюю. Вращаем до тех пор, пока у нас не совпадет с этой стрелкой. Опускаем эту кнопку, поднимаем следующую и вращаем уже левую верхнюю шестеренку до совпадения вот с этой стрелкой. Добившись совпадения 4 стрелок по направлению, мы поднимаем 2 верхние кнопки. И сопоставляем их направление с нижней стрелкой. Дальше поднимаем 3 либо 4 кнопки, кому как нравится. Поначалу удобнее будет 4. И устанавливаем на 12. В моем случае на 12 уже стояло, можно было не крутить. Вот он собран крест. На всякий случай я повторю. В данной ситуации мне подняты все кнопки. Мы их сначала все опустим и поднимем только правую нижнюю. Вращая правую нижнюю шестеренку. Мы добиваемся совпадения направления вот этой стрелки с верхней. Опускаем кнопку, включаем правую верхнюю. То есть кнопки идут вот так вот по кругу. Вращаем эту шестеренку до совпадения вот с этой стрелкой. У нас получается уже 3 вот таких. Опускаем кнопку, поднимаем следующую. И вращаем теперь левую верхнюю шестеренку до тех пор, пока не совпадет вот с этой стрелкой. 4 вот этих циферблата должны показывать одинаковое время. Неважно какое. Дальше поднимаем две верхних кнопки. И сопоставляем направление вот этих четырех стрелок с нижней. Как только все четыре стрелки смотрят в одну сторону, поднимаем все кнопки. И вращая любую шестеренку, устанавливаем время на 12. На этих четырех циферблатах. Так называемый крест на первой стороне собран. После этого делаем перехват. И на второй стороне делаем все то же самое. Сейчас все кнопки опущены. Поднимаем правую и нижнюю. И вращаем ее до тех пор, пока центральная стрелка не совпадет по направлению с верхней. Опускаем, поднимаем правую и верхнюю. Вращаем эту шестеренку до тех пор, пока не совпадет с левым циферблатом. Опускаем, поднимаем следующую кнопку. Вращаем левую верхнюю шестеренку, пока не совпадет с правым циферблатом. Поднимаем две верхние кнопки и совмещаем направление этих четырех стрелок с нижней. Дальше можем также установить время на 12. Перед началом сборки обязательно убедитесь, что 12 точек у вас находится сверху. Что можно все собирать-собирать и собрать на 9 или на 6. Я так любил делать на соревнованиях поначалу. Сборка креста на каждой стороне совершенно не отличается. Для того, чтобы собрать четыре оставшихся циферблата, они соберутся одновременно на двух сторонах, мы должны делать следующее действие. Изначально все четыре кнопки находятся в поднятом положении. Опускаем левую верхнюю кнопку и вращаем любую другую шестеренку, кроме той, которая находится рядом с ней, до тех пор, пока крест не совпадет, вот этот крест не совпадет по направлению с отрелкой этого угла. Поднимаем кнопку, опускаем следующую. Опять вращаем любую другую шестеренку, кроме этой. До тех пор, пока не совпадет с направлением этой стрелки. Поднимаем, опускаем следующую. Все по кругу. Опять любую другую шестеренку вращаем, пока не совпадет вот с этой стрелкой. Вот у нас уже совпало восемь циферблатов из девяти. Поднимаем кнопку, опускаем следующую. И сопоставляем направление восьми стрелок с девятой. После поднимаем все кнопки и устанавливаем все стрелки на двенадцать. Если мы все сделали правильно, то с другой стороны должна быть такая же ситуация. Клок собран. Вот и вся сборка. В случае, если вы выполнили все действия, разворачиваете клок, а там что-то не собрано, просто дособираете еще раз на той стороне, и, видимо, вы в каком-то случае какую-то кнопку не подняли и повращали шестеренку, которая находится рядом с опущенной кнопкой. Вот я ее повращал, у меня на обратной стороне уже что-то испортилось. Так делать не нужно. То есть, и вот уже сейчас пытаюсь исправить, все портится. То есть, вращать нужно всегда шестеренки, которые находятся рядом с поднятой кнопкой. Вот сейчас все испорчено, поэтому я просто возьму и дособеру. То есть, у меня вот эти три стрелки стоят правильно. Для того, чтобы собрать остальные, я подниму эту левую верхнюю кнопку, совмещу вот с этим, он мне получится. Соберется крест и просто дособеру оставшиеся углы. Он здесь один, опущу и поставлю на 12. Проверяю с другой стороны, все собрано. То есть, не стоит этого пугаться, отчаиваться, просто берем и собираем клок до конца. Для закрепления покажу три сборки с объяснениями. Напомню, что клок собирает на официальных соревнованиях, и перед началом сборки вы не должны клок класть по шме. Его нужно обязательно ставить. То есть, если его положить, кнопки изменят свое положение и вас дисквалифицируют. Берем клок, и поначалу можно все кнопки опустить, чтобы не путаться. Поднимаем правую нижнюю. Вращаем правую нижнюю шестеренку, пока не совпадет с этой стрелкой. Опускаем кнопку, поднимаем следующую. Вращаем правую верхнюю шестеренку до совпадения с этой стрелкой. Опускаем, поднимаем следующую кнопку, вращаем левую верхнюю шестеренку до совпадения с этой стрелкой. Поднимаем две верхние кнопки и вращаем, пока не совпадет с нижней стрелкой. Поднимаем все и устанавливаем на 12. У меня опять совпало на 12, поэтому я мог бы и оставить. Перехватовый клок желательно делать вот так, через бок, этот перехват, для того, чтобы у нас положение точки 12 оставалось сверху. Сейчас все кнопки опущены, поднимаем правую нижнюю и повторяем процедуру. Вращаем правую нижнюю шестеренку до совпадения с верхней стрелкой. Опускаем, поднимаем следующую. Вращаем правую верхнюю шестеренку до совпадения с вот этой стрелкой. Опускаем, поднимаем следующую, вращаем до совпадения с этой стрелкой. Поднимаем две верхние кнопки и вращаем либо левую верхнюю, либо правую верхнюю шестеренку, как удобно, до совпадения с нижней стрелкой. Поднимаем все стрелки на 12 На самом деле этот шаг не обязательно, но поначалу лучше его делать, чтобы не путаться Опускаем левую верхнюю кнопку и вращаем любую другую шестеренку До совпадения направления креста с этим углом Поднимаем, опускаем следующую Вращаем левую верхнюю шестеренку до совпадения с этим углом Поднимаем, опускаем правую нижнюю до совпадения По идее мы должны были опустить левую нижнюю кнопку и добиться совпадения с этой стрелкой Но у меня опять она совпала, на клоке такое бывает часто Как только у нас все стрелки смотрят в одну сторону Поднимаем все кнопки и устанавливаем на 12 Проверяем с другой стороны, все хорошо По окончании сборки клок можно положить, положение кнопок уже не важно Еще одна сборка Опять опустим для удобства все кнопки И поднимем правую нижнюю Вращаем шестеренку до совпадения с этой стрелкой Опускаем кнопку, поднимаем следующую Вращаем до совпадения с этой стрелкой Опускаем, поднимаем следующую Вращаем до совпадения с этой стрелкой Поднимаем две верхние И вращаем до совпадения с нижней стрелкой Поднимаем все четыре кнопки И ставим на 12 Повторяем процедуру Поднимаем правую нижнюю кнопку Вращаем до совпадения с верхней стрелкой Поднимаем правую верхнюю кнопку Вращаем до совпадения с левой стрелкой Левую верхнюю кнопку поднимаем Вращаем до совпадения с правой стрелкой Поднимаем две верхние и устанавливаем в одном направлении с нижней. Поставим на всякий случай на 12. Все кнопки подняты. Опускаем левую верхнюю кнопку и совмещаем крест по направлению с этим углом. Поднимаем кнопку, опускаем следующую, вращаем левую верхнюю шестеренку до совпадения с этой стрелкой. Поднимаем кнопку, опускаем следующую, вращаем правую верхнюю шестеренку до совпадения с этой стрелкой. Поднимаем, опускаем следующую кнопку и устанавливаем в одном направлении все стрелки. Поднимаем эту кнопку и ставим на 12 Проверяем с обратной стороны Все собрано В третьей сборке я покажу чуть более рациональное решение С советом по ускорению можно следовать, можно нет В зависимости от того, как вам нравится эта головоломка И легко ли она вам дается Но первое, что можно сразу заметить Сейчас подняты две кнопки Правая нижняя и левая верхняя Я не буду опускать все кнопки, поскольку мне вот эту кнопку сейчас все равно поднимать Я опущу только левую верхнюю, эти и так опущены А эта будет оставаться поднятой Сразу начинаю движение Вращаю до совпадения вот с этой Опускаю, поднимаю следующую Совмещаю с левой Опускаю, поднимаю следующую Совмещаю с вот этой Дальше Дополнительно поднимаю вторую верхнюю кнопку И вращаю любую шестеренок до совпадения С нижней стрелкой После этого я не буду поднимать все четыре кнопки Я подниму только правую нижнюю Поскольку при вращении любой верхней шестеренки Стрелки на всем кресте Все равно будут двигаться совместно Вот у меня все стоят на 12 Но подняты только три кнопки Почему я не стал поднимать вот эту? Потому что это ни к чему А еще потому что при таком перехвате У меня эта кнопка уже останется поднятой И мне не надо будет делать лишние движения Вращаем сразу Совместили Поднимаем следующую Совместили с левой Опускаем Вращаем следующую Совмещаем вот эти четыре стрелки Дополнительно поднимаю еще одну кнопку сверху И совмещаю С нижней И сейчас Я не буду устанавливать все стрелки на 12 Поскольку на самом деле это движение лишнее И нужно только на самом начальном этапе Чтобы не путаться Я подниму оставшиеся кнопки И опущу левую верхнюю То есть вот в таком положении Как у меня остались стрелки Так я это сделаю Вращаю До совмещения С левым углом Поднимаю кнопку Опускаю следующую Вращаю До совмещения С правым углом Поднимаю кнопку Опускаю следующую Вращаю До совмещения С правым нижним углом Ну и Окончательно Ставим Ну все стрелки уже стали на 12 Можно было поднять все кнопки И при необходимости установить Проверяем с обратной стороны Здесь все хорошо Как вы видите, те упрощения, которые я сделал в этой сборке Никак не повлияли на окончательный результат Соответственно, если можно что-то не делать То это хорошо и это ускоряет сборку Клок – это очень простая головоломка для сборки Которая не требуется ни одного алгоритма Если немножко потренироваться и немного подумать Можно разработать свою стратегию решения Не обязательно именно ту, которую показал я Не обязательно всегда начинать с правой нижней кнопки Просто поначалу так удобнее и легче не запутаться Тренируйтесь и все у вас получится А на этом все Всем спасибо Всем пока